Но вот хочу у вас спросить, скажите, пожалуйста, вот мы по истории всемирной знаем о том, что в Европе было большое количество монархов, большое количество дворян различного толка, у них фокусировались деньги, потом у купцов большое количество денег фокусировалось. И, в принципе, за счет этого Европа богатела и становилась такой мировой сверхдержавой, если говорить в определенное время современным языком. Но, как говорят, что эти элиты, в принципе, технически или теоретически между собой воевали и враждовали, это Великобритания и Европа, потом они создали Соединенные Штаты Америки, потом там враждовали. Но эти деньги, эти мысли элитные, эти элитные семьи никуда ведь не делись. Каким образом, как вы считаете, остались ли действительно в Европе настоящие элитарии и могут ли они повлиять на то, что Соединенные Штаты пытаются уничтожить Европу политически и экономически? — Михаил, я немножко такую ремарку сделаю к вашему вступлению. Это Европа богатела прежде всего за счет тех громадных колоний, которыми она обладала. Ведь по существу вся Азия, вся Африка была поделена между несколькими европейскими странами. Я напомню, что богатство, например, Испании, когда-то ведь Испания была ведущая страна Европы, когда-то, да, была обеспечена за счет просто, так сказать, ограбления и неуничтожения народов американских, так сказать, вывоза золота, других драгоценных металлов. То есть сказать, что, ну а естественно, деньги способствовали и техническому развитию, способствовали образованию научной элиты, и мы ее, так сказать, видели, и ценим, и нельзя не ценить эту элиту, да, которая способствовала развитию мировой науки, мировой культуры. Вот, но постепенно все деградировало. Вот я вспоминаю свое время студенческое, и когда мы встречали студенты МГУ, иногда отряжались на встрече каких-то высоких государственных, в Советском Союзе это было, высоких государственных деятелей. И вот я вспоминаю, когда нас отрядили приветствовать Деголя. Я сейчас уже, откровенно говоря, забыл какой-то год, по-моему, 66-й или там что-то такое. Вот, 1966-й я имею в виду. И вот мы, значит, приветствовали его, он выступал с балкона московского горосполкома тогда, вот с этого балкона, напротив памятнику Юрию Долгорукому. И вот мы с восторгом смотрели за этим действительно, так сказать, великим, наверное, деятелем французским, да, и мирового движения. И интересно, что мало кто об этом знает, но он, когда приехал в Москву с визитом, то он поехал на могилу Сталина, возложил цветы и постоял там несколько минут, так сказать, почти в память Сталина, вот минутой молчания. Ну вот, наверное, это был последний такой крупный европейский государственный деятель, самостоятельный, который вел абсолютно самостоятельную политику Франции как великой державы. Ну, после этого были, конечно, еще крупные, так сказать, фигуры испанские, итальянские, французские, вот, но они все уже были калибром поменьше. А потом пошли Саркози, Оланды, так сказать, Макроны, ну, в общем-то, я думаю, что это все не случайно. И вот здесь я хочу сказать такой тезис, может кто-то со мной не согласится, что надо должны отдать американцам, они системно готовят элиты, ну, так называемые элиты, управленческие элиты европейских стран и стран, в которых они заинтересованы. Вот, то есть американская, так сказать, структура управления включает необходимые подразделения, которые занимаются или одной страной, или там несколькими странами. И, соответственно, управляют и деньгами, и подготовкой кадров, замечают определенного еще на уровне студенческой скамьи студента и, так сказать, постепенно его тянут и вытягивают. Я это очень хорошо, так сказать, изучил на примере нашей Украины, когда сразу же после обретения независимости Украины, да, в страну стали приезжать Сорос и типа Сороса, всякие USID там, ну, и так далее, и так далее. Это различные организации, которые якобы там чем-то занимались, развитием демократии, там еще какой-то ерундой. На самом деле они занимались абсолютно системной работой по подготовке будущих управленцев. Причем начинали готовить управленцев буквально со студенческой скамьи. Забирали в свои университеты, учили там, потом какие-то курсы, потом продвигали их, так сказать, используя свое влияние на какие-то посты, двигали, двигали. Вот так же появились всякие там медицинники у нас и так далее, и так далее. В какой степени влияет на эти все процессы так называемое глубинное, так сказать, правительство, а точнее вот та элита, которая средоточила, ну, условно говорю, элита, которая средоточила в своих руках вообще, говоря, колоссальные богатства, колоссальные богатства, колоссальные влияния. И не случайно там про всякие клубы говорят, так сказать, неформальные. На самом деле, конечно, они очень серьезное влияние имеют прежде всего на американскую управленческую структуру, так, а через американскую управленческую структуру и на европейские структуры. Я имею в виду правительственные структуры. Конечно, во главе всего является самое главное для всех этих деятелей – это получение прибыли. Получение прибыли и, так сказать, наращивание того капитала, которым они владеют. Вот иногда для нас, особенно воспитанников еще советской системы, кажется странным. А зачем так много денег? Ну, зачем? Вот, положим, там, сто миллионов, ты же не потратишь их, а сто миллиардов, ты же тоже не потратишь. Так вот, я тоже иногда, так сказать, вот, удивлялся неудержной алчности, просто неудержной. Ну, ладно бы там в какое-то благое дело, так сказать, вливались бы эти деньги. Да нет же, ни в какое благое дело они не вливались, они вливались только в одно – наращивание увеличения своего капитала. Зачем? Бог, ну, знает. Это уже, видимо, свойство, так сказать, человеческого характера. Я не готов отмечать, зачем. Вот, но мне приходилось с такими людьми сталкиваться. Я просто, так сказать, откровенно говоря, так сказать, не понимал, а для чего вот нужно столько-столько денег, для чего. Ну, там, отчасти эти деньги тратились на создание средств массовой информации. Кстати сказать, мало кто вот сейчас обращает внимание, что ведь все средства массовой информации монополизированы. Монополизированы. И именно поэтому можно взять сто американских газет или основных газет и видеть там одно и то же. Как раньше в советское время шутили так. Открой газету «Правда», и ты можешь прочитать все то, что напечатает. Труд, известия. Ну, может быть, там спортивная какая-нибудь газета или газета «Спорт» будет немножко отличаться с точки зрения освещения спортивных событий. А вот политика и газете «Спорт» будет та же самая. Да, так было. Я свидетельствую об этом. Но только в отличие от западных средств массовой информации, все-таки наши газеты «Правда», «Труд, там, известия» были правдивыми. В основном правдивыми. Они могли умалчивать что-то, могли недоговаривать, но они, на мой взгляд, никогда не искажали. А сейчас, так сказать, сплошь да рядом идет искажение, идет зомбирование, идет, так сказать, пропаганда, так сказать, ориентирующая на незабвенный рецепт Геббельса, что ООЖ повторенное тысячекратно становится правдой и так далее. То есть, собираются вот эти вот деятели, определяют общую линию поведения, и эта общая линия поведения приводит к тому, а кем, кстати, сказать, легче всего управлять? Вот попробуй к этим Деголем поуправляй. Или человеком типа Деголя, личностью. Попробуй поуправлять личностью. Не получится. Поэтому подбирают таких сереньких мышек. Кстати, сказать, вот я удивляюсь там всяким, всякому пиетету в отношении Ангела Меркель. Мне приходилось с ней, так сказать, сталкиваться, встречаться. Я не в восторге от, скажем, ее как государственного деятеля. Просто не в восторге. Да, она обладала редким качеством, так сказать, не принимать никаких решений, а выплывать, выплывать, так сказать, как вынесет, так и вынесет. То есть чутьем она каким-то обладала. Да, и действительно за те 16 лет, что она управляла Германией, Германия, в общем-то, не имела каких-то серьезных кризисов, потрясений. Вот. Ну, может быть, если бы там какой-нибудь был другой канцер, может, результаты были бы еще лучше. А ведь, кстати, в истории Германии тоже были серьезные такие руководители. Хотя все они были под американцами, но, тем не менее, все-таки на голову повыше этой Ангела Меркель. Ну, а вот Шульца на фоне этой Ангела Меркель смотрится же вообще, конечно, так сказать, действительно очень серой личностью. Вот. И хотя он же был у нее министром, что самое-то удивительное. Он в ее кабинете был министром. А в составе социал-демократической партии, откуда вышел Шульц, ну, были, в общем-то, люди, так сказать, относительно и самостоятельные, в какой-то степени, и, в общем-то, и более интересные. Вот. Ну, вот стал выбор на нем, поставили его, и он, так сказать, послушно выполняет все то, что делают американцы. Ну, а последняя пощечина, так сказать, немцам, как гранду европейской политики от Зеленского, когда он отказался принять Штанмайера. Вот. Я, конечно, не сторонник этого Зеленского. Безусловно. Вот. Но вот в данном случае я считаю, что правильно это оплеух он задал этому Штанмайеру. Штанмайер, кстати, был один из гарантов известного соглашения между Януковичем и оппозицией о мирном переходе власти. И он абсолютно же ничего не сделал с точки зрения выполнения своих гарантий. Вот что стоило его подпись, этого Штанмайера? А что стоило его форму у Штанмайера? Где он когда-либо высказался за то, категорически высказался? Он все-таки президент. Хотя там в Германии пост президента своеобразный, конечно, пост. Но, тем не менее, влияние-то у него все-таки какое-то же есть. Да где он высказался за счет своей же собственной формулы Штанмайера, которая предусматривала мирное урегулирование конфликта в Донбассе? Так что он в какой-то степени повинен в событиях 2014 года и в событиях, которые произошли после 24 февраля. Не знаю, Михаил, тот вопрос, который вы задали, он, конечно, требует, скажем так, не такого поверхностного знания, каким я располагаю, а, наверное, глубинного изучения. И, наверное, настанет время, когда все-таки кто-то из серьезных социологов, политиков, историков займется. Каким образом все-таки мы дожили до жизни такой, когда серьезными европейскими странами управляют, в общем-то, абсолютно посредственные люди, которые ведут мир к катастрофе. Вот что самое-то печальное. Бога с ними, с теми странами, откровенно говоря, они не очень-то меня и волнуют, и судьба их, я за судьбу этих стран абсолютно не переживаю. Но вот судьба мира, в котором мы живем, это очень серьезно. И вот такие серьезные опасения возникают сейчас по поводу того, что нет в ряду вот этой большой семерки, большой двадцатки. Но большой двадцатки – это есть, конечно, такие личности, как генеральный секретарь Компартии Китая, как товарищ Си. Это серьезная, конечно, личность, это грант мировой политики. Ну а так-то, если посмотреть…